Два популярных канала решили сразиться друг с другом за право называть себя универсальным блогером. Каждую неделю они будут пробовать себя в разных жанрах Ютуба, сражаясь за главный приз. Победителя будут определять эксперт и народное голосование. Два канала, восемь жанров и только один победитель. И это Битва Бологера! Всем привет, с вами Коля и Гурам, это проект Рака Макафо и это Битва Блогеров. На протяжении всего сезона мы сражались с командой в Джобовой за право называться универсальным блогером. После восьми выпусков счет оказался ничейным, но на ничью не была согласна ни одна команда. Именно поэтому мы решили провести дополнительную битву в юмористическом жанре стендап. И прямо сегодня вы увидите наши живые выступления в этом сложнейшем жанре. И конечно же узнаете, кто же стал победителем битвы блогеров. Поехали! 18 апреля на наш стендап пришло более полутысячи человек. Зал был полон, люди были разные и людей было очень много. Мы в последний раз повторяли наш текст и очень сильно волновались перед выходом. Мы сейчас все очень волнуемся. Скоро будет выход наш первый. Скоро будет стендап. Стендап это самое сложное, самое непонятное, как будет заходить на зал, как будут люди реагировать. В общем, надеемся, что все будет круто. Мы заряжены. Мы лучшие, просто лучшие. Всем привет. Меня зовут Гурам, и я всю жизнь живу в Петербурге. Хотя казалось бы, да? Например, Валентин из команды вжогователей не всю жизнь живет в Петербурге. Но если постороннего человека спросить, кто из нас двоих коренной, то вряд ли хоть кто-то ответит, что это я. Мое имя Гурам. Гурам это не самое сложное имя, но не все могут запомнить его с первого раза. И я еще могу понять, когда ты идешь по улице, встречаешься с каким-нибудь человеком, и он путает твое имя, потому что видит тебя в первый раз в жизни. Но я никак не могу понять, как можно перепутать имя человека, если пишешь ему личное сообщение ВКонтакте. Пишет мне недавно парень по имени Иван, Ваня. Личное сообщение. Привет, губам. Как у тебя дела? Ну, я не остался равнодушным, ответил ему. Все хорошо, ебаб, все нормально. Вы знаете, это не единственная история, связанная с моим именем. Звонит недавно корреспондентша журнала Life News и говорит, здравствуйте, гурман, вы можете разговаривать? Ну, я решил подыграть и говорю, да, конечно, сейчас только буженин подоем. Потом я объяснил ей, что меня зовут не гурман, а гурам. Она все поняла, говорит, ой, простите, я просто ВКонтакте не так прочитала. Ну, ничего страшного, я уж у газеты тоже не читаю. И вы знаете, ладно, мое имя. Мой друг по проекту Николай. Николай, обычное русское имя. Но половина людей ВКонтакте зовут его Никита. И я еще могу понять, если кто-то пишет мое имя, ему Т-9 исправляет гурама на гурмана. Но ведь никакой Т-9 не может исправить Николая или Никиту. Ну, разве что Т-9 Михалкова, потому что он других имен не знает. Вы знаете, это всего лишь мое имя. У меня есть фамилия Нормания. Многие говорят, что у меня очень красивая фамилия. Многие девушки хотят взять эту фамилию. Взять и исковеркать. И вот самые смешные вариации, которые я встречал в своей жизни. Нормандия. Нарния. Наркомания. Петров. Это просто было в постели, и я так было спокойнее. Гребаная расистка. Вы знаете, мне всего 22, и мне нравятся разные девушки. Мне нравятся красивые девушки. Я молод, я силен, я грузин. Сижу как-то в фудкорте. За соседним столиком сидит красивая девушка, пристально на меня смотрит. Я тоже на нее смотрю. Думаю, ему точно ей понравилось. Может быть, она меня даже узнала. Встаю. Уверенной походкой иду к ней. Подхожу к ней, и тут она говорит. Ну, наконец-то, сколько можно ждать? Уберите под нос. Я очень разозлился. Я разозлился настолько, что даже захотела ее ударить. И ведь я ничего не боялся, потому что я точно знал, что более 90% людей прошли бы мимо. Стереотипы, стереотипы, они везде, они повсюду. Каждый раз, когда я захожу в метро, меня останавливают, чтобы пройти через металлоискатель. Кстати, не только меня, всех нерусских людей и людей с рюкзачками. И вы знаете, я подумал, что получается, рюкзак делает человека кавказцем. Понялось, что у меня вообще комбо. Мало того, что я не русский, я постоянно хожу с рюкзаком. Мне кажется, каждый раз, когда я захожу в метро, охранники смотрят на меня взглядом хищника и думают... Вот это наш клиент. Стереотипы, стереотипы, они повсюду. Вы знаете, я очень много общаюсь с кавказцами, с дагестанцами тоже. Они, кстати, все очень хорошие ребята. Но знаете, у каждого дагестанца в жизни наступает такой момент, когда он впервые приносит в универу травмат. Это важный этап взросления и становления его как личности. И очень важно не напугать его в этот момент. Потому что, если его напугать, может случиться такое. Ща в тебя шмальну. Или в тебя шмальну. Или в тебя шмальну. Очень расстраивает, когда это ваш профессор, согласитесь? И вы знаете, я понимаю, почему многие не любят кавказцев. Потому что они дерзкие. Потому что они танцуют лицгинку везде, где хотят. Потому что они носят красные макосины. Да-да-да-да. Вот эти красные макосины. Просто, понимаете, я купил эти макосины до того, как это стало мейнстримом. Чтобы вы понимали, я теперь нигде не могу их носить, потому что кто-то что-то не так подумает. И вы знаете, каждый раз, когда я смотрю на всю свою обувь, мой взгляд останавливается на красных макосинах. И я начинаю плакать. И я плачу по тому времени, что уже не вернусь. И я плачу по тому времени, когда мы вместе гуляли в парках. Когда мы вместе съездили в Италию. Вместе словались на заднем ряду кинотеатра. Но я не расстраиваюсь. Потому что я все равно когда-то снова пойду отдыхать. И мы вновь увидимся. Потому что за границей всем плевать, русский ты или калмык. Я очень рад, что я могу вот так вот спокойно стоять на этой сцене и вспоминать свои старые времена, когда я еще не стеснялся носить красные макосины. Спасибо большое! Бомба! Просто бомба! Гурал! В неделю подготовка не зря, да? Николай, Николай, Икона! Встречайте, друзья! Ракова комфор! Русская часть, Ракова комфор! Всем привет еще раз. Очень приятно видеть всех вас. Мы любим тебя! Очень приятно, но приятно за тем, сколько человек пришло послушать наше выступление. Мне хотелось бы познакомиться с каждым из вас, подойти, пожать вам руку. Но я хотел бы сразу предупредить. Те, кто не будут смеяться над вами шутками, я буду жать руку чуть слабее. Может быть, я ее вообще не пожму. Может быть, я пожму ее настолько сильно, что сломаю всем баланки ваших пальцев. И скажу, что это был социальный эксперимент. В общем, это шутки все. Но раз уж я заговорил, я действительно не очень люблю рукопожатие в последнее время. Мы стали достаточно известными ребятами. И с нами очень часто фоткаются, здороваются и жмут нам руки. У меня очень бурная фантазия, и теперь каждый раз, когда 16-летний подписчик моего канала протягивает мне руку, я представляю себе все, что он может вообще делать этими руками. Может быть, он хватает и за все порчи неплохо моет руки засранить. Ох, что это безрассудное поколение. Вообще быть известным человеком не очень просто, потому что постоянно люди в интернете все преувеличивают. Нам просто нельзя ни в коем случае облажаться. Вот я докажу на примере. Недавно мы съездили в Америку, ну как недавно, и сняли социальный эксперимент. Меня обвинили в том, что я американский шпион. Отлично. Гурам поехал в Грузию и снял там эксперимент. Что вы думаете? Гурама обвинили, что он грузинский шпион по кличке Южный Крот. Вы знаете, я уже представляю себе, я выхожу на улицу, у меня чуть красные глаза, и люди в интернете пишут, что я принимаю наркотики. А я всего лишь плакал, друзья. И как тут не плакать, когда твой друг грузинский шпион по кличке Южный Крот. А ведь он даже не знает, что в Газдепе платят в разы больше. На самом деле, когда я стал известным, я обнаружил несколько вещей, к которым я не был готов. Например, вы знаете, это было открыто для меня, я даже мечтать не мог год назад, что на мне на улице будут набрасываться 12-летние девочки обнимать и говорить, какой-то классный. Я скажу так. Я могу сказать, что по закону я и сейчас не могу мечтать об этом, но некоторые безумные фанатки перегибают палку. Вот недавно случилась история, к нам подбежала, как раз летняя школьница, наша фанатка, начала обнимать меня, потом обнимать Гура, потом обнимать меня, потом обнимать Гура. Очень долго это все происходило, и все по-ничего, но рядом стоял ее отец. К слову, он был нормальным мужиком таким, он дружелюбно спросил, «Дося, кто эти ребята?» Я очень обрадовался, потому что эта девочка сразу же урегулировала все положение. Она сказала, «Папа, ты что, не знаешь? Это же те ребята, которые снимали изнасилование девушки. Ограбление мальчика». «Красавчик!» И, конечно же, «Жоубийство в лесу» прошли в их дух. Вообще, иногда раздражает, когда узнают, иногда раздражает, когда отвлекают от съемок. Мы фоткаемся абсолютно со всеми, но бывает такое, что мы не хотим. Но самое парадоксальное, что когда мы хотим, этого не происходит. Объясню ситуацию. Недавно я встретился со своими старыми друзьями, знаете, такие школьные друзья, которые все время выпендривались в школе. Но теперь настало мое время. Аплодируем, что все. Знаете, такие друзья, которые делали что, никогда не смотрели наше видео? Ни одного не знают вообще. Как у меня фамилия? Какой проект? Ракомакачу? Значит, вот так. Мы совершенно случайно встретились, совершенно случайно мы решили пойти в самый крупный торговый центр в Санкт-Петербурге. Я совершенно случайно надел свою толстовку Ракомакафу. Совершенно случайно поставил на рингтон фристайлер. Меня никто не узнавал. Я даже ложился в проходе посреди людей, делал вид, что мне плохо. Хватал людей за щиколотки. Ничего, абсолютно. Но в итоге меня узнали. Ко мне подошел маленький школьник и сказал «Круто тогда с Гуромом девушку билей». Да, замечательно, когда тебя узнают, но у меня есть одна небольшая проблема. Знаете, эту проблему зовут Яна. Яна – это моя девушка. Не поймите неправильно. Мы ее друг друга очень любим. Яна находится здесь, она самая красивая, любимая, самая драгоценная девушка на связи. Это я тоже был скрыт. Так вот, раньше у нас была простая схема. Она отслеживала соперниц по моим лайкам на аватарке. Сейчас у меня пять тысяч лайков на каждую аватарку. Я, может, из-за не тот человек, первый раз за несколько месяцев она вышла сюда и она сейчас здесь. Поаплодируем. Вы знаете, теперь каждый раз, когда я хочу побыть один, я просто выкладываю новую аватарку в сеть. Недавно моя девушка сказала, что хочет перейти на новый этап отношений. Вы знаете, девушки такие существа, они постоянно хотят переходить в какие-то новые этапы. Даже если до этого было все просто охренительно. В общем, она сказала, нам нужно перейти на новый этап. И что за этап? Она присела. Тебе нужно дать пароль от своего контакта. Это исключительно для доверия. Вы понимаете? В знак доверия мне нужно дать свой контакт. У нас уже случился один парадокс. Одна девушка по имени Оля написала мне «Я люблю себя». Моя девушка зовут Яна. Ей это не очень понравилось. Она подошла ко мне и задала резонный вопрос. Ты с ней спал? Мне было неловко отвечать, но я сказал, да, Яна, я с ней спал. Причем спал с ней очень давно. С детства. с ней даже спал мой отец. Это моя мать. И вот тогда, и вот тогда я подумал, что нам необходимо перейти на новый этап отношений и познакомить наконец-то мою девушку механизм. Вообще, я хотел по своему выступлению закончить вот с чем. Мне очень приятно видеть всех вас. Видеть такое огромное количество людей, которые пришли посмотреть на мое выступление, на наше выступление, на Ракамакафой, на Бджобуэй. Но еще больше мне хочется сделать одну важную для меня вещь. Я всегда, представьте себе, всю свою жизнь мечтал об этом. что когда-нибудь я выйду на сцену и буду выступать перед многими людьми. Я смогу сказать огромное спасибо той девушке, которая всегда рядом со мной, действительно, которая всегда меня поддерживает и которую я очень люблю. Яна, я тебя люблю. Я хочу подарить эти цветы тебе. Где вы тысячи снивала? Она здесь, Калюня. Спасибо, друзья. Ай-яй-яй. Да. Друзья, Ракамакафу отстрелялись. Вот таким вот получился наш стендап. Полные версии выступлений вы можете посмотреть на нашем лайв-канале прямо сейчас. Ну а теперь самое время подвести итоги этой битвы. Для того, чтобы исключить возможность ничейного исхода и накруток голосований, мы решили пригласить целую судейскую команду трех экспертов в области юмора. И именно они определят, кто же станет победителем битвы блогеров. Алексей Сопрыкин или Сапер, победитель самого первого сезона Comedy Battle на ТНТ, а также финалист Comedy Battle 2013 года. Фил Воронин, финалист первых двух сезонов Comedy Battle на ТНТ, а также участник высшей лиги ГВН на Первом канале. Дмитрий Ларин, самый независимый критик Ютьюба, который неплохо разбирается в стендапах и также успел попробовать себя в этом непростом жанре. Ну что, друзья, мы очень волнуемся. Прямо сейчас у нас на руках находятся сразу же три экспертные оценки и мы пока специально их не смотрели для того, чтобы запечатлеть это все на камеру. Сейчас мы запустим первое видео и будем с нетерпением ждать результатов голосования. Привет команде Ирака Макафо. Ребята, не знаю, как это вам сообщить, но это радостная новость, поэтому лучше, наверное, сядьте. Мне очень понравилось ваше выступление. Конечно, временами не все было идеально, но тем не менее, мой голос за вас. Если там это что-то решает, то я еще раз повторю, мой голос за вас. Даже не за Путина, за вас. Привет команда Рака Макафо. Мой балл достается вам, у вас было смешно, в отличие от ваших соперников. Зал не даст соврать. Я вас поздравляю, продолжайте в том же духе. Балл от меня получает команда Рака Макафо. Я, признаюсь, был приятно удивлен. Удивлен тем, что я увидел и услышал. Много самоиронии. Вот это, конечно, да. Это импонирует, это подкупает. Второй момент, раскрытие стереотипов про хачей, но не пошлыми категориями. Самая пошлая и плоская была эта попытка показать макосины. Макосины на камеру. Николай выбрал изначально, как мне показалось, плохую стратегию. Он начал двигать тезис «Я популярен, я известен». И от этого уже делать ответвление. Да, это не очень, но ответвления в целом получились хорошие. Также почти, что в каждой шутке у ребят была конструкция Setup Punchline. Создание ожиданий ребята формировали, разрушали их очень хорошо и неожиданно. На этом строится комедия. Если так пойдет и дальше, сказать, что ребята из Рака Макофо вполне могут построить карьеру комиков и путешествовать, колесить по России или СНГ и давать свои стендап-выступления. Разница между командами просто катастрофическая. И сказать, что можно их даже сравнивать, это слишком. ДА! Надо было начать с этого. Друзья, мы на самом деле невероятно рады, прямо сейчас мы узнали, что победила команда Рака Макофо. Кто-то у нас не верил. Ну, прям все эксперты проголосуют за нас. Это на самом деле даже критик, даже Ларин проголосовал за нас. Кто не верил? Кто не верил? Победили мы, старый дурак! Победили мы, дряхлая дрянь! Мы победили и теперь, наконец, когда все закончилось, мы можем делать все, что угодно, а именно снимать пранки и социальные... Снимать пранки и снимать пранки. Да, на самом деле, вот я сейчас жду одного момента, это момента передачи денег, потому что... Я одного дня рад! Потому что мы выиграли и Джо, если обязаны, обязаны выполнить. Кто-то будет страдать, мне кажется. Ладно, друзья, мы на самом деле невероятно просто рады, нас переполняют эмоции, мы не знаем, кто еще говорить. Мы победили и это очень круто. В конце концов, хочется сказать огромное спасибо всем нашим зрителям, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона битвы. Это было очень интересно и невероятно сложно. И огромное спасибо всем вам, что вы прошли этот путь вместе с нами. Будет ли второй сезон? Мы пока не знаем. Свои комментарии на тему того, хотели бы вы увидеть новое противостояние, вы можете оставлять в нашей официальной группе ВКонтакте. Это был проект Рака Макофо. Всем спасибо. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин